Когда вы смотрите на эти туфли, вам кажется, что они стоят 600 долларов? Так я испортила свою любимую пару в Балинсиак. Привет, ребят, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать и показать о моих трех экспонатах в моей коллекции обуви, которую я очень люблю. Я расскажу вам, стоит ли покупать это все, стоит ли это вообще своих денег, когда дело касается Балинсиак или Кристиана Лобутена. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, оставляйте комментарии, но мы не будем задерживаться и давайте начинать. Поехали! Я хотела бы начать свою коллекцию у меня с Балинсиак, потому что это мои малышки, я очень люблю кроссовки от Балинсиак. Я всегда получаю комплименты от людей. В Москве, может быть, когда я была, я не очень получала их, но когда я приехала сюда, люди просто бывают меня на улице останавливают, спрашивают, что это за фирма обуви, мы ни разу не видели такой. Вот это моя коллекция Балинсиак, как вы видите, это две разные модели, то есть первая модель, вот именно вот эта, более старая, она именно больше для зимы, она более уцепленная, она более плотная. В Москве я ходила в них в погоду не очень теплую, и я ни разу не простудилась, поэтому покупала я их в ЦУМе в Москве, и на тот момент они стоили 59 тысяч, по-моему. С Балинсиаками в Москве у меня была странная и смешная история одно время. Как вы видите, это размер 38, они реально гораздо больше, чем 37 размер, я сейчас вам покажу их. Но когда я была в Москве, да, я очень хотела их купить, я гуглила там, где они, их не было в наличии никогда. Были там размеры, знаете, 40-е, 41-е, и вот однажды я зашла в ЦУМ в то время с моим молодым человеком. Короче, я увидела эти Балинсиаги 38 размер, и я была в шоке, потому что, ну, обычно их никогда нету, вообще никогда. Я, конечно же, тут же загорелась, и мы их купили. Было очень, очень, такой, знаете, счастливый момент в моей жизни, потому что, наверное, за всю мою жизнь это первая такая самая дорогая была пара обуви, которая когда-либо у меня была в жизни. Носила их, не снимаю буквально, можно на них пойти на вечеринку, все знают, что это Балинсиага, это очень, ну, такие недешевые туфли, они абсолютно ко всему подойдут и сделают вас чуть-чуть выше. Это Triple S, недаром они называются Triple S, потому что подошва этих Балинсиаг, она тройная, то есть, допустим, в обычных кроссовках вы можете только видеть, допустим, вот это, здесь же раз, два, три. И вы знаете, что очень интересно насчет Балинсиаг этих, это то, что раньше они делались в Италии полностью, прям вот полностью от А до Я в Италии, сейчас же они производятся только в Китае, может быть, там частично есть Италия, но, короче, все это Китай, и это печально, потому что они стоят немалых денег, и, ну, вы платите просто за, как бы, Китай, да, это качественный Китай, типа Балинсиага, но, понимаете, Балинсиага это итальянский бренд, поэтому все-таки хотелось бы, чтобы он делался в Италии. Это моя другая, вторая уже пара Балинсиага, как вы видите, по размеру они, конечно же, отличаются, то есть, они, эти старые, они гораздо больше, чем вот эти, и у них немножко другой дизайн, сравниваясь с этими, да, то есть, вы видите, что они, конечно же, другие. История с этими Балинсиагами у меня была очень интересной, потому что я всегда хотела, ну, вновиться, а эти, они гораздо легче по носке, и у них гораздо прикольнее дизайн, вот. Когда мы и мой муж поехали в Майами, это был год назад, мы уже говорили о том, что я хочу новые Балинсиаги, ну, да, потому что он не хочет, да, чтобы у меня были только Балинсиаги старые, вот кто-то там моего предыдущего молодого человека, и мы зашли в Балинсиагу, и я увидела эти. Выбираем сегодня Балинсиагу, и выбор падает либо на белые, либо на черные, какие из них лучше. Я сразу решила, что я хочу именно белые, и, наверное, это был не очень хороший выбор, в плане того, что они, ну, могут быстро загрязняться, и у меня это случилось. В общем, я их испохабила, как вы видите, они немножко желтоватые. Дело в том, что однажды я решила пойти на шопинг, торговый центр. Я решила одеть Балинсиаги свои, и решила опрыскать ноги свои таким спреем специальным. Этот спрей делает ваши ноги супер, как колготки, то есть, по сути, у вас не видны там никакие сосуды, не видны никакие синяки. Я им набрызгала, я делала эти Балинсиаги, и что вы думаете? Когда я пришла домой, я увидела какой-то непонятный коричневый развод на них, и я решила тут же их, ну, застирать. Я начала их стирать с зубной пастой, они стали просто желтыми, и я ничего не могла сделать с этим. Я начала их еще раз стирать, я решила отбелить кроссовки отбеливателем, и, конечно же, они, по-моему, после этого стали еще хуже, и, в общем, окончательно уже было понятно, что я их испортила. К тому же, здесь имеется такая вот штука, она из нубука, и, конечно же, когда этот нубук взаимодействует с какими-то красочными веществами типа отбеливателя, он, конечно же, может менять свою структуру и цвет, и, как вы видите, здесь все это поменяло свой оттенок, они все немножко стали такими серо-буромалиновые, по сути, и, по-моему, они оба такие, да, то есть не только спереди, но и сзади. Но, в общем, благодаря тому, что я немножко включила ум после этого, я заказала специальные средства, чтобы восстановить как-то структуру этого нубука, нубука, и они немножко приняли более такой приятный вид, потому что до этого они, насколько я помню, были гораздо более синими. Если посмотреть на оба этих боленцах, то можно увидеть, что все-таки этот немножко более пострадал, хотя нет, они оба пострадали, они оба пострадали, потому что здесь даже гораздо более виден синий оттенок, синеватый такой грязный, ну, а здесь это отбелилось, то есть до этого они просто были белыми. И да, здесь на камере они выглядят белыми, я это вижу, но в жизни они чуть-чуть желтоватые. Так я испортила свою любимую пару в Балинтиак, хотя я этого никогда не ожидала, никогда не думала, что это так просто, и для меня это была супер большая депрессия, что это вообще так возможно сделать, просто помыв их с непонятно чем, с хозяйственным мылом вроде, когда кажется, это такое универсальное мыло, но нет. После этого я стала думать 100 шагов вперед, что вообще хорошо делать и что нехорошо делать с обувью, когда ты моешь ее сама. Что касается именно мастерских по ремонту обуви, когда у меня все это случилось, я обзвонила целую кучу мастерских по ремонту обуви, и ни одна из этих мастерских не решила взять мне боленцяги за 1000 долларов, потому что у них нет каких-то определенных вещей, чтобы все это очищать. Мы поехали в две разных мастерских показать боленцяги, и обе сказали, что ничего нельзя сделать, все, гудбай, до свидания, ваши боленцяги не подлежат никакому ремонту, или нельзя цвет вернуть, и это был шок, потому что, ну знаете, Америка такая богатая страна, как так никто ничего не знает, то есть тогда я поняла, что что-то лучше делать, наверное, самой. Я специально погуглила московские салоны, которые занимаются реставрацией обуви, конечно же, я думаю, в Москве это реально сделать, вот, но что меня спасло, так это обычное средство для помывки обуви, которое я купила на одном из сайтов, оно специально специализируется на, таком, знаете, нежном очищении обуви без травмирования ее, в общем, это, что реально помогло, после этого я их не мою никогда, больше не буду, скорее всего, мыть, поэтому я думаю, что если у меня будут боленцягиновые, я, вот, знаете, только буду носить их, как вот, как какие-то священные кроссовки, какие вот у меня мысли по этому поводу. Следующая моя пара обуви от Кристиана Лабутена, как вы видите, все в оригинальном пакете, как надо, так что давайте смотреть, что же там внутри. Та-дам! Пакетик красненький, тут все такое красивого цвета и так далее. Сама коробка Кристиан Лабутен, размер у нас 37-й, так он выглядит, надеюсь, вам видно это. Давайте мы откроем ее и посмотрим, что же там у нас такое лежит. В принципе, как и всегда, Кристиан Лабутена упакованы в очень такую приятную упаковку, все очень дорого, богато, каждый туфелик упакован в оригинальную их красного цвета упаковку, которая очень приятна на ощупь, она такая бархатная, как будто бы оба туфелька в этом, и, конечно же, тут замена для ваших набоек, если вам понадобится. Это, кстати, мне еще ни разу не нужны были, вот так это выглядит штучка, она супер маленькая, не очень большая, пока еще даже не меняла их, если честно. Моя история с Лабутенами была, когда у меня был день рождения в Нью-Йорке, мы поехали с моим мужем отмечать его там, и мне нужны были туфли, я их не купила, то есть мы туда ехали, я знала, что я куплю какие-то туфли, возможно, даже не очень дорогие, я такая, окей, да, 100% там, с долларов 100, знаете. Он мне до этого намекнул, что Лабутены там, мечтала ли ты о них когда-нибудь, не хотела ли бы ты их, я такая, ну, да, наверное, и вот мы пошли буквально за пару часов до дня рождения в магазин Лабутенов в Нью-Йорке и купили их. Это самая классическая форма Лабутенов, которую вы можете только найти, потому что эти Лабутены, они суперудобные, они очень классические, классические красные подошвы у них, конечно же, как у любого Лабутена, тут у нас написано Христиан Лабутен, 37 размер, Париж, и, видите, у меня тут уже даже немножко эта подошва стала, не как новая, скажем так. Скажите, пожалуйста, когда вы смотрите на эти туфли, вам кажется, что они стоят, 600 долларов, по-моему, они стоят, видите ли вы какую-то роскошь от этих туфель, верят ли чем-то таким прям, вау, о май гад. Если честно, я их одела всего лишь два раза, первый раз это был мой день рождения, и второй раз это было, когда мы встречались с родителями моего мужа в Охайо. Я спускалась к машине, и там была такая решетка канализационная, да, около отеля, и я просто в нее, ну, не то что упала, я просто случайно наступила на эту решетку, и, видимо, заделась вот эта штучка от туфель, и эта кожа немножко деформировалась. Ну, я думаю, что это поправимо, но просто, блин, это печально. У меня есть туфли, которые стоят в раз в 10 дешевле, но они гораздо лучше сохранились, чем вот эти от этого бренда, Лабутен. Всегда забываю о Лабутене, не знаю, почему Кристиан Лабутен, Кристиан Лабутен, как-то забываются иногда. В общем, такая вот у меня скромная коллекция кроссовочек и туфелек, которые я получила как подарки от своего мужа, и я очень благодарна этому, потому что, наверное, никто не делает тебя такой счастливой, как твой муж, и не каждый русский человек будет таким щедрым, не все, но я точно знаю, что я бы никогда не получила бы, скорее всего, как подарки, там, знаете, туфли Лабутены или там что-то еще, что-то еще, будучи бы, если бы я была в России, поэтому я очень благодарна своему мужу, что он так иногда балует. Я люблю его очень. Вот. В общем, это было такое, знаете, домашнее видео о том, что я больше всего люблю носить и в чем я так же разочарована, когда это что-то выходит из строя. Я именно говорю о своих боленсягах, которые я сама угробила. Пишите в комментариях, ребят, что вы думаете поможет им как-то отбелиться, кроме пасты и кроме соды и кроме мыла. Что-нибудь еще возможно, чтобы сделать их снова белыми и сделать кожу этой обуви нормальной. Мне будет очень интересно. Ну, а если вам понравилось это видео, ребят, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нам нужно это взаимодействие, чтобы узнавать друг друга. Ну, а я ваша Юля. Мы не прощаемся с вами. Еще увидимся. Всем пока.